Перископ Перископ Да у нас что такая погода Последнее время не очень Не очень Сейчас тебя лопит Да не не братан Все нормально Джимбо ровный чел Бля пацаны вы так говорите Что отвечаю За всю историю Как я на кого то Гнал вы все Почему то сразу берете И думаете что я говорю Про Про личность Как человека Я по моему еще ни одного человека Не сказал как про личность Потому что я не знаю Очень много людей Лично персонально Я никогда с ними не общался Я не могу говорить что как человек Он дерьмо Я могу только сказать про его творчество Что оно мне не нравится И могу объяснить почему оно мне не нравится Я просто вас не понимаю И естественно у меня свое личное мнение Есть Оно не совпадает частенько с вашим Только вы начинаете просто писать какие то неприличные слова Пытаться оскорбить как то Это глупо Мне твое тоже не нравится мнение Ну так мэн Я же не навязываю тебе его Не соглашайся со мной Ты имеешь Ты имеешь право не соглашаться со мной Просто единственное что Ладно даже не буду говорить Ты можешь не соглашаться со мной Это право каждого человека Ну это нормально Смотрю У нас грамм стоит от 5 евро до 50 евро Привет, Карина Типа ребят Слушайте фейсов Не знаю Кого угодно Кто вам Кого вы считаете Своим кумиром Слушайте Ребят Типа Ну Я не запрещаю вам Если мне не нравится Это не значит Что вы не должны слушать Вот Как-то так Привет, малой Трап, малой Я хорошо, Кариныч Я хорошо Чив Кив Против Сикстенайна Братан Как ты можешь сравнивать их? Привет, Лиза Слушайте Ребята Я могу так сказать Что сейчас В рэпе Вообще Странные вещи Происходят Меня Они тоже Не удивляют Вообще Очень много В индустрии Музыкальной Решают Деньги И Количество Денег Чем у тебя Больше денег Тем у тебя Больше Мувсов Вариаций Как ты можешь Двигаться Куда ты можешь Вкладывать Свои деньги В развитие Себя И своей музыки Если бы У меня было Пару миллионов долларов Мне кажется Было бы Все намного Интересней Но Так мы Двигаемся Своими Какими-то Силами Лилби Я не слушаю Лилби Когда Альбом Альбом Не знаю Еще не скоро Пацаны Я работаю Над звуком Над текстами Лиза Хватит Не смешно Что скажешь О трипперейде Вы знаете Не могу сказать Что он мне Супер нравится У нее есть Пару треков Ну просто Слишком накрученный Автотюм Прям вообще Такой накрученный Тюм Просто в жизни Он вообще Отвратительно Очень Исполняет Это все Без автотюна Прям Ва Ну а так У нее есть Там треки Какие-то Хорошие Как думаешь Почему Старые рэперы Как Гучи Мэнч В Киев Фитуют С Лилпампом Потому что Они видят То что Молодежь Вся Летокс С 12 С 11 Все Очень Слушают Лилпамп Лилпамп Сам Олицетворяет Школьника Да Типа Такой Богатый Школьник Естественно Наверное Всем Школьникам Хотелось бы Выглядеть Как Лилпамп Или иметь Столько денег Как Лилпамп Я не знаю Я не знаю Как относишься К Трилпилу Никак Я никак Никому Не отношусь Большинство Музыки Мне не нравится Я не знаю Что это за тип Вообще Я никогда Его не видел Не общался С ним Еще раз говорю Все Кто мне не нравится Мне не они Не нравятся Ну кроме конечно Вани Дремина Ваня Дремин Он Аутист Просто Реально Он аутист То есть Он Очень странный Тип Очень Даже Пугает Насколько Он странный Это Ладно Привет Рунарчик Как ты Братуха Что означает Двигаться В тысячу Двигаться В тысячу Это означает Двигаться Очень Очень Хорошо Брат Очень Тютелька В тютельку Чтобы все Было По полочкам Разложено Чтобы все Получалось Вот это Называется Двигаться В тысячу Надеюсь Я объяснил Тебе Рунарчик Подписывайтесь На Рашен Скейтбординг Пацаны Там Сможете Найти Все Про Русский Скейтборд Всех Райдеров Все Трюки Все Споты Все Новости С С С Кем Фитонул В новом Альбоме В новом Альбоме Будет Трекса С Макима Причем Там будет Новый Смакима Пацаны Там Будет Старый Добрый Но Звучащий По-новому И Мне Очень Неприятно Что Саш Санек Он Вообще Санек Вообще Крутой Парень На самом Деле Я Знал Его Очень Давно Но Знал Поверхностно А когда Начал С ним Общаться Он Такой Достаточно Интересный Человек Очень Умный И Самое Приятное В Смакима Наверное То Что Он Ему Уже 34 Года И Он Ни Капли Не Разочаровывает В своих Мыслях В своих Текстах И В своем Творчестве Русик Привет Как ты Рус Русик Русик Олег Понимаешь Знаю Она Не Хочет Меня Потерять Не Хочу Петь Я На самом Деле Пацаны Сейчас Вокалом Почти Не Занимаюсь И Это Не Хорошо Потому Что Надо Идти И Чистить Свои Легкие И Вообще Сниматься Спортом Почаще Чтобы Вернуть Свой Вокал Ребят Два Грамма Полтора Грамма Блант Я Кладу Но Я Сейчас Почти Не Курю Еще Раз Говорю Я Сейчас Курю Косяк Перед Сном Максимум Нереально Реально Реально Но Фумо Но Фумо Еста Ты В зал Хожу В зал Я Вчера В зале Был Сегодня Пойду Попозже Спасибо, Каримыч. Олимпиарку Эрпу и Кабеса, Кабеса Рота Еще сделал фит с Крисом Трэвисом, на альбоме будет Крис Трэвис. Еще хочу Татьи подключить, мне нужна девочка с вокалом, я уже давно написал текст и песню, и статьи будет, да, будет трек статьи. А, и еще, ладно, скажу вам эту новость, пацаны, потому что уже, в принципе, пора. Теперь у меня спонсирует фирма Бэквудс, если вы слышали о такой фирме. Фирма Бэквудс теперь является моим официальным спонсором, она находится в Штатах. И мой альбом новый прослушал один человек, один человек, который хочет меня видеть в Штатах. Ну, Бэквудс, типа, бланты, они мне одежду будут присылать потом, ну, много всего интересного. В общем, ни у кого такой темы не будет в России, будет только у меня. И это очень круто. Потом самое, 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 что приятное, еще раз говорю, в Штатах прослушал один тип мою музыку, мой новый альбом, и сказал, что он хочет видеть меня в Штатах прямо уже сейчас. Ему объяснили мою ситуацию, то, что я не выездной, и у меня проблемы с законами. И из-за этого он еще больше захотел со мной увидеться. Это Худрич Пабло Хуан, мои дорогие, дорогие телезрители. Так что скоро, я думаю, что будет музыка с дядей Пабло. Это моя мечта прямо. Я очень хочу с ним записаться. Он крут. Я уже говорил все про такаши сикстяная. Братан, Русик, что ты написал? Или не совсем еще? Это ты о чем? Рус, что ты написал? И еще я держу плотную связь сейчас с Кит Хейзелом. Мы сейчас будем работать тоже там. Пару треков он и на третьем. Он крутой, как и ты. Худрич Пабло Хуант, что сумасшедший брат. Ты не знаешь, кто это? Русик, ты что? Ты чего? Ты чего? Трэп, ян-трэп, ян-трэп, ян-трэп аутис тоже. Он не получается, у него диалог нормальный вести. Это неадекватный человек. Он неадекватен вообще. Я вижу, ты поднялся сейчас жестоко. Да не, брат, я только начал. Когда я реально поднимусь, ты сядешь реально. Вы все сядете, когда я поднимусь. Это так, около, да, рядом. Очень много работы, пацаны. Надо много работать, чтобы чего-то достичь в жизни. Вот мой вам совет. Кого ты в Питере пиздил, братуха? Трэпу? Блядь, ну, жестко, че. Что я могу сказать? Давай в Украину. Ребят, я сделаю все доки, все будет нормально. Не переживайте, они уже в процессе. И мы со всеми увидимся с вами. Ну, вообще, не гоняйтесь за это. Будут и концерты, все будет. Когда время наступит просто. Фэйс подрался с приятелем моей подруги. Я не знаю, что там произошло, но, видимо, из-за девушки. Видимо из-за девушки. Обнял, братуха, отдушусь. Братское сердце мое. Альбом готов или нет? Ребят, готово 8 треков. 8. Треков уже готово. 8 треков. Но. Это мало. Мне надо еще поработать. Хотя, чтобы было 12. 12-14 максимум. Я не буду большой альбом делать. Скорее всего, 12 треков будет где-то так. На реалити битс? Нет. Реалити битс там будет не так много уже. Будет его, конечно, его треки инструменталы будут присутствовать на альбоме. Но уже будут разноплановые продюсеры. Будет и Кит Хейзл на третьем. Немного я возьму его битов. Именно атлантовских, вообще свежих. Потом я возьму Ян Кортекса. Это битмейкер Лил Пипа, кстати, пацаны. Я работаю с битмарем Лил Пипа. Царство ему небесное. Но... Творчество Лил Пипа, я уже вам всем говорил, меня оно не особо симпатизирует. Я не... Ну, говорил уже. Эмма. Эмма-рэп, это не мое. Больше с WhitePunk больше не будет работ. У WhitePunk есть с кем работать. Вот. Да и у меня битмарей хватает. Hi, how are you? Nice to meet you. Просто, блядь... Виртуозный английский язык у тебя, мужик. Когда совместно с DJ Smoky. DJ Smoky готовит с Rubens Lick'ом тейп, или он уже выпустил его? По-моему, он уже выпустил его. Я должен был быть на этом тейпе, но я не успел. Еще меня ждет Big Baby Tape трек. Я не могу ему скинуть, потому что у меня звука инженера сейчас нету в городе. Да и вообще куча дел, я нихуя не успеваю, если честно. Пацаны, мне похуй, кто с кем корешится вообще. У тебя есть снег, фиш-скейл, блеск. Я влетаю дерзко. Ты в федеральном до сих пор, да? Я в федеральном до сих пор. Фиц-плейбой-карте, братан. Не знаю. В следующей жизни, может быть. Это слишком. Это слишком круто. Стумач. Лил, что за бред вообще? Глаза в носа. Фьюри, фьюри, фьюри. Здоровье потихонечку. Нормально все, слава богу. Татухи, у меня куча новых татух, идей, я просто не иду еще делать. Я просто в зал хожу, если я пойду сейчас татуировки бить, это минус спорт. Я в ушли неделю, нельзя ходить в зал, когда татуха. Крайняк финский, чем они. Да уж, когда-нибудь, когда-нибудь, надеюсь. Самое приятное то, что все артисты западные, с которыми я работаю, я скидываю им трек, на который бы они влетели. И они все мне пишут, что это лютая бомба. Если честно, все шокированы всегда от музла, который я им скидываю. И они присылают мне свою часть в тот же день. То есть я никогда не жду фитов с западным артистами. Если я кидаю трек свой, на который я считаю, чтобы неплохо влетел западный артист, он пишет в тот же день свою часть и присылает мне, я уже слушаю демку. Это очень здорово и приятно. С Роузом уже нет, почему мы общаемся. Я просто не пишу ему. У него жена, у него семейный человек, Роуз теперь. У него есть все и заботы, и дела, наверное. С ИСАП, Рокки, ФИТ, ага. Кстати, ИСАП был вчера на Примавери, я не пошел. Потому что, если честно, скажу, мне не очень понравился его альбом «Последние пацаны». Только пару треков понравилось. И я расстроился вообще, что он такой альбом сделал. Странный альбом, очень такой необычный. На вкус и цвет тоже, верно. Теперь приедем. Что именно мне понравилось? Какой-то такой минималистичный инструментал и довольно-таки на альбоме. Неплотный звук вообще неплотный. То есть на ИСАП даже не похоже. Только пару треков еще раз там действительно очень сильные. Как относишься к Офьме? Я слышал пару треков, мне понравилось. Но я же делал репост его клипа даже перед тем, как он еще не вышел. Офьме нормальный тип. Может быть, в дальнейшем он будет делать очень крутые работы. Ну, нахуй, сто вторых. Это Пушка вообще молодцы. С Крисом Трэвисом будет коллаб на альбоме. Я же сказал уже тысячу раз. Новый релиз Big Baby Tape я не слышал. Трек или альбом он выпустил? Он уже готовил альбом. Объясни про Благова, почему он ушел. Я уже все объяснял. Будет еще работа с Лилнаром. Не знаю, может быть, я его на альбом тоже могу взять, если он захочет. Просто Лилнар, нравится такие бенгеры делать прям агрессивную музыку. У меня не всегда настроение делать агрессивную музыку. Ну, не всегда так выходит. Почему? Граффити-культура умирает. И это очень грустно. Очень мало людей Сейчас зарабатывают на этом хотя бы какую-то денежку. Сабаби вообще мясо. Лил Морти, наверное, он лучше на скейте катается, чем музыку делает. Как-то так. А вообще, я не знаю, что это за человек. Я почти уже, пацаны, так катаюсь очень редко для себя. Мне просто, я ностальгирую иногда по скейтборду, потому что мне дает чувство свободы, когда ты делаешь кик-пуш, кик-пуш, кик-пуш. Сколько кроссовок в коллекции? Слушай, я не считаю. Купчино, привет. Купчино. Го гулять. Ты погоду видел, в общем. Погода-то не очень. Да хуй, а работа впереди, а ты уставший выглядишь. Почему уставший? Я просто проснулся недавно току. Я не с... Нормально отношусь, я его знаю лично. Музыка его мне не очень нравится. Ну, что-то там, где-то и панчлайны некоторые прикольные. Но в основном я не очень люблю его музыку. Вот. Я не такой... Я просто помню, как с ним познакомился. Тогда, в ту ночь. На день рождения Бласта и мое день рождения. Тогда я первый раз знакомился с ним. Мне очень запомнилось знакомство. На всю жизнь. Скепто... Очень крутой рэпер. Скепто-пушечник. Хотя сейчас он не делает ничего особо. Может, альбом готовит. Когда хочет Дель Хефи. Обязательно будет второй и третий выпуск. Будет много выпусков с разными ребятами. Когда они приедут просто. Ксавьер Вульф. Я слышу его с 2011-2012 года. Когда он был еще Эдель Вульф. А не Ксавьер Вульф. Лучший рэпер с Маки Мо. Гонфлю. Да, я слышал. Я слышал. Пару треков. Очень... Я послушал только пару треков. Они мне... Зашли. Я не особо вижу там причину следствия в тексте. Но она им и не нужна, наверное. Просто мне очень сложно слушать без причины следствия. Не могу прям... Музи Монтана. Я не знаю, кто это такой. Олег, похаваю. У тебя живот с ума сходит. Бля. Базаришь. Я хочу кушать. Да, он прям очень хочет кушать. Как относишься к Lil Skies? 2-3 трека у него есть. Ладно, ребята, я хочу вам пожелать хорошего дня и настроения, где бы вы ни были. И какие бы проблемы вас не окружали. Вот. Так что обнял вас всех. Мир вам.